Дмитрий Москин, художник. Скажу пару слов о своем друге, товарище, коллеге по творчеству Василии Федшиеве. Вышла в Петрозаводске в 2003 году его книга сказок. Это последняя книга его. Вот так у него вышли четыре книги за его творческие годы. Сейчас у него уже написано еще неизданных сказок больше ста. Он сейчас готовит очередную книгу. Жалко, нет денег, но тем не менее он ее готовит. Это очень интересный, самобытный, малоизвестный писатель, работающий в чисто народной традиции. Многие известные люди, связанные с культурой в Петрозаводске, например, доктор Философии Линник, Софья Михайловна Лойтер, очень ценят Василия Фирсова как литератора, как продолжателя народной традиции. Ну а мне интересно художнику его образы, народные образы. Я сам занимаюсь народной игрушкой, традиционной игрушкой. Делают точно так же, как делали технологические крестьяне-плотники лет сто-двести назад деревянные игрушки. Василий Фирсов то же самое. Изучив русские народные сказки, стилистику, героев. Сам он вообще деревенский, из Витегорского района. Он тоже работает в такой народной, необычной, забытой традиции. Нынешнему читателю или зрителю, я думаю, пытливому исследователю народной культуры вот эти сказки должны быть интересны. Потому что нынешняя культура, вал там западной культуры, это все вот нивелирует наше исконное, национальное. Василий Фирсов как раз это вот один из держателей этой традиции, хранителей традиции. Ну мне нравится в его подходах творческих такой живой, крепкий, соленый юмор. Я сам профессиональный карикатурист. Одну из книжек, кстати, вышедшую в 90-х годах, я Василию проиллюстрировал. И мечтаю проиллюстрировать его в новой книжке. Особенности, тему, связанную с народным юмором, с народной эротикой. У него есть отдельная тема, он продолжает тему заветных сказок Афанасьева. Очень находит интересные, необычные, такие парадоксальные, образные ходы. Совершенно не грубые, не в лоб. Как в народной культуре, легко, просто, выразительно, доходчиво. Что еще можно про Василия сказать? Нынешний литератор сейчас живет очень тяжело. Чтобы издать такую книгу, конечно, он сам не может. Ему помогают друзья. Начались друзья, которые готовы спонсировать эту книгу. Я готов бесплатно ее пролюстрировать. И, дай бог, она, может быть, в ближайшее время выйдет. Я думаю, она будет востребована, такая книжка необычная. Ну и что еще про Василия можно сказать? Сам он очень интересный человек. Его все новейшие литературные течения не затрагивают. Я имею в виду писателей, которые сейчас... Много писателей, которые появляются и так же исчезают с горизонта. У Василия Жефирцев, я думаю, ценность такая неприходящая. Его интересно было читать мне, когда я с ним познакомился лет 20 назад. Вот тогда было интересно читать. Я снова открываю эту сказку, перечитываю, то же самое. Это признак того, что это деление на большое искусство. То есть явление культуры, причем культуры национальной. Ну вот хотелось бы, чтобы он все-таки... Сейчас ему тяжело живется. Он продолжал свое творчество. Ну потихоньку он и продолжает этим заниматься.